Мы знаем про разметку почти все, гласит девиз Брестской компании с мировым именем, в очередной раз подтверждая. Грамотный подход руководства плюс талантливый коллектив сотрудников – тандем, который выстоит при любых условиях. Непростая ситуация на мировом рынке нисколько не сказалась на развитии Стима. Наоборот, придала уверенности в том, что выбранный курс правильный. А потому не стоит останавливаться, нужно двигаться вперед. В свободной экономической зоне группа предприятий Стима имеет предприятия по выпуску дорожной техники для нанесения разметки. Мне показывали, что это за предприятие, как вы работаете. Действительно, это современное предприятие, как говорят, нового уклада. Да, к сожалению, немного работающих, но очень много техники, все компетентизировано. Накануне на территории Стима заработал новый завод по производству термопластиков для дорожной разметки. В современных условиях именно этот качественный материал смог зарекомендовать себя и закрепить за собой такие характеристики, как прочность и долговечность, позволяя выдерживать высокую интенсивность движения. Производство площадью практически 5000 квадратных метров обслуживает смена из четырех человек. В идеале здесь может работать один человек. Мы пока работаем четыре человека в смене, а со временем будем потихонечку оптимизировать. Все делает компьютер. В базе забито порядка 24 рецептур. И технолог забивает последовательность смены рецептур. И компьютер сам меняет рецептуру, сам меняет маркировку на мешке. И мы видим только готовую продукцию вот здесь, которая уже сразу с заданной маркировкой, с заданной последовательностью выходит на погрузочные или на складские работы, или на погрузочные работы сразу. Новый комплекс был возведен с серьезным опережением. Вместо запланированных 12 месяцев строители смогли уложиться 8. Оснащен завод высокотехнологичным оборудованием из Бельгии, Дании и Эстонии. Впечатляет и производительность. Порядка 10 тысяч тонн готовой продукции будет появляться здесь ежемесячно. Но есть еще один немаловажный фактор, определяющий перспективы развития. Актуальность для рынков сбыта в других странах. И здесь руководство Steam смогло взять верх. На данный момент по производительности и автоматизации новый завод превосходит существующие в Европе аналоги. Наша компания занимается производством всех видов материалов для разметки. И прежде всего, самый популярный материал – это краска. Но в тех случаях, когда краска не выдерживает износа устойчивости, в этом случае нужен более толстослойный материал. И для этих целей на Западе используются либо холодные пластики, либо термопластики. Холодные пластики мы уже запустили давно в производство. И сейчас подошло время термопластики. Поэтому это производство было логически, вытекало из предыдущей деятельности. Такие темпы и масштабы развития производства бесспорно являются флагманами для других предприятий региона. Однако плеяда модернизирующихся и расширяющихся в последнее время только пополняется. Савушкин продукт. Сегодня мы заканчиваем и уже находимся в стадии наладки производства по переработке сыворотки. Это крупнейшее также будет в Европе предприятие по мощностям. В начале этого года мы открыли производство в Иваново, береза, также масло-сыр отдельный комбинат наш. Крупнейшее предприятие и новую продукцию выпустили. Поэтому на существующих предприятиях, это и Санта-Бремар, это и Брест-газоаппарат, конечно, они также модернизируются. И определенные цеха новые или производства на них организуются. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.